За братью Авакова нацгвардию. Статья на Конте за 10 октября 2019 года. Таксиста Елена Суботина. Сегодня новоявленный президент Украины Зеленский налево и направо выдавал информацию журналистам, пытаясь изображать президента. А изображать было сложно. По одной простой причине не дотягивает. Сначала мне было смешно, а потом стало стыдно. И это мне, человеку, не имеющего никакого отношения к этой чудиковатой стране. Буквально вчера у Владимира Соловьева, как всегда, собрались адекватные люди и парочку неадекватов из Украины в лице Вакарова и Охрименко. Слушали-слушали украинских оппонентов и поняли, что бесполезно с ними разговаривать. И, как сказал Спиридон Килинкаров, наши украинские оппоненты очень похожи на часы с кукушкой. Мы им тут рассказываем, рассказываем, а не только ку-ку да ку-ку. Разворачиваем часы, а она головой в стенку, как дятлы. Вот так и Зеленский несет ахинею и не ответил конкретно ни на один вопрос. Несколько вопросов во время этой прессухи касались Пана Авакова, серого кардинала, под чьим покровительством находится нацистская организация АЗОВ. И самое главное, в подчинении которого находится Нацгвардия Украины. У президента Зеленского и в Генштабе ВСУ давно рассматривается вопрос вывода воинских частей Нацгвардии с подчинением ВД. И пока еще война за это не окончена. Ведь сегодня Зеленский хоть и президент, но полноты власти у него слишком мало. И если все-таки нацистские устроят бойню, то защищать Зеленского будет некому. Но Нацгвардия Украины еще нужна и для того, об этом кстати грезит именно Генштаб Украины, применить подразделения Нацгвардии в зоне ООС. И не только для несения службы на блокпостах, но и для выставления их на передний край обороны. Ну что ж, поживем увидим. Но почему-то мне с каждым днем все больше и больше кажется, что Зеленский закончит очень плохо. И дай бог останется живым. Всему свое время. Ваш таксист. За братья у Авакова Нацгвардию. Зеленский закон. Зеленский закон.